Вы заметили, как в нашей жизни в последнее время реальность перемешалась с фантастикой? Учёные всерьёз рассуждают об инопланетянах. Финансисты уж на что серьёзные люди и то связывают падение и рост курса доллара с появлением комет. Что ж тут взять с военных, которые то и дело гоняются за летающими тарелками? И всё бы ничего, если бы за всем этим не стояли факты, которые невозможно ни отвергнуть, ни объяснить. Голубая кровь. Так издавна называли представители аэстетических династий и корейских семей. Долгое время это считалось простой фигурой речи. Однако недавно учёные сделали неожиданное открытие. Оказывается, голубая кровь не выдумка. Она действительно встречается у древних рептилий. Более того, именно она позволяет им жить сотни лет. И уж совсем неожиданная информация от исследователей древних текстов, которые утверждают, что человекообразные существа с голубой кровью встречаются в шумерских летописях. Неожиданная версия появления на земле долгожителей с голубой кровью в проекте «Кровь звёздных драконов». Осенью 2012 года канадские подводные археологи сообщили о сенсационном открытии. На расстоянии меньше километра от побережья Кубы были обнаружены развалины древнего затопленного города. Сооружения поражали своими размерами. Исследования показали, что таинственные постройки тянутся на многие километры от побережья Кубы и проникают в зону так называемого Пермудского треугольника. Эта зона у местных жителей всегда считалась проклятой. Ведь, согласно легендам, именно здесь находится подводный город, где живут драконы. Однажды они поднимутся из глубин, чтобы вновь захватить землю. Чемпионат мира по футболу 2010 года был отмечен неслыханным аттракционом. Тысячи людей атаковали букмекерские конторы, чтобы поставить на команды, указанные «Осьминогом Паулем». Предсказатель со щупальцами ни разу не ошибся. То, что проделывал там «Осьминог» и вообще, что они проделывают, говорит о том, что уровень их интеллекта гораздо выше, чем мы об этом думаем. Позднее один из научных институтов подготовил программу по изучению паранормальных способностей этого «Осьминога». Была озвучена невероятная версия. Эта аномалия объясняется уникальной голубой кровью «Осьминогов». Почти у всех живых существ главный действующий элемент крови – гемоглобин. Он обеспечивает красный цвет кровяным тельцам. А у «Осьминогов» иначе. Гемоглобин – это транспорт для кислорода. В гемоглобине основным элементом является железо. Именно поэтому железо окрашивает кровь в красный цвет. У некоторых моллюсков и некоторых головоногих, таких как «Осьминоги», например, у них вместо гемоглобина другой элемент ответственен за транспортировку кислорода. И повышенное содержание меди дает вот такой цвет. Но, казалось бы, какая связь между составом крови и свойствами мозга? Оказывается, голубая кровь или кровь на основе соединения меди переносит куда больше информации, чем обычная. Именно это свойство может обеспечить «Осьминогам» более высокий интеллект, чем у других созданий. Дальнейшие исследования выявили еще более удивительные свойства голубой крови. Она менее эффективна в земных условиях. Газообмен замедляется примерно в пять раз по сравнению с нашей обычной кровью. И для ускоренного развития организмов и для эволюционного процесса более ценная в наших земных условиях оказалась красная кровь на основе гемоглобина. Таким образом, у голубой крови есть один огромный минус, который перечеркивает все ее плюсы. Но почему эволюция сделала такое странное исключение для осьминогов и некоторых видов рептилий? В ответ на этот вопрос исследователи предлагают шокирующую версию. Предками этих существ были пришельцы с другой планеты. Скорее всего, там было другое давление и иной состав атмосферы. Еще пару лет назад эта версия казалась бы чистой фантастикой. Даже почитатели осьминога Оракула с усмешкой относились к предположению, что предки Пауля прилетели на космолетах. Однако в последнее время появляется все больше фактов в пользу инопланетного происхождения голубой крови. Все династии, которые вели свое начало, скажем так, от богов, они были уверены, что у них именно голубая кровь. Если мы посмотрим, например, на изображение индуистских богов, то многие из них имеют такой голубоватый оттенок. Например, один из главных богов индуистского пантеона – бог Шива, который три едины, который бог-созидатель, изрушитель и хранитель мира. Британский исследователь Дэвид Айк уверен, что внеземные пришельцы посетили Землю в незапамятные времена и основали свою первую базу на земле древних шумеров, на территории современного Ирака. Эти существа сильно отличались от людей. Во всех этих источниках говорится о том, что в этой части мира появилась некая нечеловеческая раса. которая смешалась с представителями человеческой расы, в результате чего возникли гибридные родовые линии, состоящие из существ, которые были наполовину пришельцами, а наполовину людьми. Позже были созданы другие базы в разных частях нашей планеты. Но зачем инопланетяне прилетели на нашу Землю? Многие исследователи считают, что миссия была гуманитарной и преследовала одну цель – помощь человечеству. В Шумере боги, или пришельцы, как мы их называем, помогали людям возводить декураты, строить потрясающие архитектурные сооружения, не только в виде храмов, но и дворцовые сооружения. То есть обучили их всему, что знали сами. Однако некоторые исследователи идут дальше и утверждают, что именно пришельцы превратили человекообразную обезьяну в человека. Как гласят мифы этих регионов, им нужны были работники для шахт по добыче полезных ископаемых. Можно создать любых существ, в Греции их называли химеры, с головой льва, с телом быка, с крыльями орла и так далее. Вот эти химерные существа, они в истории известны, но они, как правило, неженеспособны и не оставляют потомства. Но создать их можно в лабораториях генетических. Человек, скорее всего, был нынешний человек, тоже создан. Ученые считают, что мозг человека начал стремительно развиваться, когда первобытные люди научились говорить. Именно язык стал основой человеческой цивилизации и дальнейшего прогресса. Но недавно возникла гипотеза, что самый древний язык, санскрит, на котором говорили индусы, был создан искусственно. Именно санскрит является первоначально для всех праязыком. Его можно относить к языку какой-то працивилизации, которая была общей для всего человечества. Ну, как считают индийцы, или как написано в древних текстах, санскрит все-таки является божественным откровением, имеет божественное происхождение, то есть был дан свыше. Именно на этом языке были записаны древнеиндийские веды и другие тексты, описывающие ритуалы, которые помогали людям получить сверхчеловеческие способности. Санскрит также называется деванагари, то есть язык нагов. Это были мифические сверхъестественные существа, полулюди-полузмеи. Но если был язык, значит были и существа, которые на нем говорили. Изучение письменных знаков в деванагаре привело ученых к удивительным результатам. Так вот, здесь возникает какой-то парадокс. Все звуки, все символы, изображающие звуки, показывают только язык. Ни одного зубного звука здесь нет. Значки не изображают зубов. Этот момент наводит на мысль о том, что, получается, язык нагов, он не предусматривал наличие зубов. А наги как раз, они изображены на барельефах, на стенах храмов именно вот таким образом. С длинным языком, но без зубов. Возникла версия, что именно сказочные наги оказались теми, кто научил человека говорить. Но неужели пришельцами были высокоразвитые рептилии? По легендам, наги владели удивительными способностями. У нагов или змея-людей была очень интересная особенность. Они могли принимать облик человека, то есть были оборотнями. Описание имеется и в Махабхарате, и в Рамайане. Имеется описание совместных потомков от таких браков, как они выглядели. Иногда были похожи больше на змей, иногда были похожи на людей, совмещали все с собой черты и тех, и других. Память о своих змей подобных предках некоторые индийские народности пронесли сквозь века. Сохранились даже ритуалы почитания змей. В Индии есть специальный праздник змей, когда змей ловят, сажают баночку, поют молоком, а потом отпускают на свободу. Это как бы почитание предков. Есть даже в Индии племя нагов, которые тоже считают своими предками змей нагов и ведет совершенно затворческий образ жизни. По мнению ученых, наги не более чем плод фантазии индийских сказителей. Однако сторонники теории палеоконтакта находят все новые доказательства, что наги это не просто миф. В доказательство этой гипотезы приводится еще один из экзотических обрядов. Существовали определенные обряды, чтобы человек, женившись на нагине, не попал в их мир. Считалось, что они жили под землей, то есть там спиливали у невесты зубы и еще такие специальные поверья, которые были. То есть это было очень широко распространено и это до сих пор считается в всех странах, что вполне возможно такое. Спиливание зубов весьма травматичный обряд. Он не несет никакого гигиенического значения. В отличие, например, от обрезания, которое практикуют многие народы Африки и Востока. Объяснение этому обряду может быть только одно. Была эпоха на Земле, когда змееподобные существа, наги и люди действительно жили вместе. Согласно индийским преданиям, наги предпочитали жить в подземных или подводных дворцах. Однако им был подвластен и воздушный океан. В священной индийской книге Рамайяне написано, что именно наги научили людей летать. Для этого применялись особые аппараты, так называемые виманы. И вот эти воздушные виманы, они могли летать на высоте до 12 километров со скоростью до 800 километров в час. То есть практически как наши лайнеры. Но самое удивительное, что виманы могли летать на расстоянии в десятки тысяч километров без дозаправки. Такое не под силу и современным самолетам. Виманы также обладали и другими удивительными свойствами. Некоторые из них могли поднимать до 100 человек и могли подниматься к звездам, опускаться в глубины океана, могли менять форму. То есть это современная система стелс, скажем так. Могли влиять на врага. То есть это было какое-то ультразвуковое, низкочастотное оружие. Владели лазерами. Долгое время виманы считались мифом. Пока в 1959 году не была опубликована легендарная «Виманика Шастра», так называемый трактат о воздухоплавании. Издатель книги утверждал, что первоначальный текст трактата был написан на санскрите мудрецом по имени Суббарайя Шастри, который получил доступ к древнейшим сакральным знаниям. Когда делался перевод этого текста, то друг этого переводчика, он был по образованию летчик-испытатель, инженер. И когда он слышал перевод текста, он сказал, боже мой, это же настоящее руководство по управлению летательными аппаратами. В виманике Шастри и других текстах на санскрите приводится подробное описание летательных аппаратов, которое составили ученики нагов. Страницы, где приводится описание аэродинамических свойств виманов, легко поддаются переводам. Однако главы, посвященные загадочному топливу, написаны туманным языком. Скорее всего, авторы уже не понимали, о чем пишут, и не могли это как следует объяснить. На сегодняшний день удалось определить лишь один компонент этого топлива. Помните, в 90-е годы были заполнены, рассказаны про эту ртуть, а на виманах действительно ртуть. Причем именно красная. Я сейчас не помню формулу, но это соединение ртути. Вот радиоактивная, очень энергетически мощная, мощная, заменяющая атомный заряд в термоядерной бомбе. По этой версии, помимо удивительных технологий, пришельцы также обладали завидным для землян свойством. В отличие от короткого людского века, инопланетяне жили сотни, даже тысячи лет. Однако такую продолжительность жизни пришельцам обеспечивала не совершенная медицина, а голубая кровь, которая текла в их жилах. Люди с голубой кровью могут жить гораздо дольше, потому что они медленнее сгорают. Там речь может идти о сотнях лет, 200 лет и так далее. Если учесть, что интенсивность кислородного обмена снижается в пять раз. Бессмертные боги, обладающие невероятной техникой. Зачем они пришли к нам на Землю? Только ли для того, чтобы помочь землянам создать цивилизацию? Или распространить свое влияние и колонизировать здешние народы? По мнению сторонников рептилоидной версии, северная часть Евразии, то есть территория России, меньше всего подходит для разумных внеземных ящеров. А значит, этот регион пришельцы должны были обходить стороной. Однако именно на территории России недавно были найдены странные объекты, которые подтверждают версию присутствия здесь в прошлом весьма высокоразвитой цивилизации. Здесь какие-то похожие на котлы, возможно, металлические сооружения, выступающие из недр Земли, из вечной мерзлоты. Похожие на котлы. Какие-то котлы перевернуты, какие-то нет. Ну, то есть какие-то как бы крышки. Поэтому мы предположили, что это могут быть артефакты условно-допотопных цивилизаций. Экспедиция группы Неман, московских исследователей аномальных явлений, отправилась в Якутию, чтобы найти эти таинственные технические артефакты. Им предстояло обследовать долину смерти, огромную территорию бассейна реки Вилюй. Никто точно не знал, где находятся Алгуи. Решено было искать их с воздуха. Для этого использовался вертолет. Много дней искатели кружили над тундрой, каждый раз снижаясь при виде круглого пятна на зеленом покрове. Мы увидели какие-то странные округлые сопочки. Такие что-то округлое, тоже похожие с воздуха на котлы. Оказалось, это такие из мелкого щебня коричневые горки, сопки. Причем многие из них с плоской, обрезанной как бы вершинкой. И там на одной возвышенности мы обнаружили множество таких мелких сопочек. И предположили, что из этого места время от времени вырываются такие огненные богатыри. Однако группе Неман не удалось найти на вершинах сопок металлические крышки. Сторожилы говорят, котлы давно ушли под землю. С точки зрения местной геологии это похоже на правду. Тяжелый предмет спустя годы исчезает в вечном мерзлоте, как в болоте. Есть сведения, что строители видели там какие-то округлые котлы на дне территории, которая сейчас находится под водой. И начальнику строительства тогда было доложено. Он сказал, не обращайте внимания, затапливайте. Исследователи предполагают, что инопланетяне, посетившие Сибирь, принадлежали к другой космической России, которая была очень близка к виду Homo sapiens. Именно эти человекообразные пришельцы, а не рептилоиды, заложили основу русской цивилизации. Говоря о нашей России, прежде всего, обращая на себя внимание, целый комплекс находок довольно странного содержания. С одной стороны, это как бы обычные камни, которые иногда именуются сейдами. Но эти камни, в общем-то, необычны. Почему? Потому что на них изображены довольно интересные куски звездного неба. Компьютерная реконструкция этой карты показала, что на нее были нанесены звезды, которые можно разглядеть только при помощи мощного телескопа. Еще более удивительными были познания древних славян в области строения Солнечной системы. Так, например, бог Перун ассоциировался с планетой Юпитер. И, подобно Зевсу, использовал то же самое легендарное оружие. У него в руке были таких пучок молний, которых он метал в тех непослушных врагов, богов и так далее. И удивительно, что оказалось, что действительно планета Юпитер прикрывает пространство Земли от вторжения астероидов и комет. Если бы его не было, то жизнь на Земле давно бы перестала существовать. 24 марта 1993 года американские астрономы из обсерватории Маунт-Паламар увидели гигантскую комету, которая летела в Земле. В спешке астрономы сделали сложные вычисления, которые должны были определить траекторию полета. Результаты шокировали. Столкновение было неизбежным. Но под ударом оказалась не Земля, а более крупный и массивный Юпитер. И вот если бы она прорвалась сюда, в пространство Марса, Венеры и Солнца, вот ближе к Солнцу, то Земле бы просто не поздоровилась. И он за счет сильного гравитационного поля притягивает любые астероиды, кометы и не позволяет им входить внутрь пространства, где находится Земля. 19 июля 2009 года скопление из гигантских глыб, которое было названо кометой Шумей-Киролевик, ударило в Юпитер. Перед тем, как комета попала в Юпитер, его магнитосфера резко сжалась, примерно так же, как сжимается человек перед ударом о какое-то твердое пространство, да, вот сгруппировалось. И это тоже было странно, вот такая реакция, как живого существа. Но еще больше астрономов удивило то, что произошло после столкновения. Юпитер действительно стал метать молнии, как на древних астрологических рисунках. Дальнейшие исследования показали, что это происходит и при падении меньших метеоритов, и также в других ситуациях, когда поверхность Юпитера потревожена. С поверхности Юпитера в сторону Ио, его спутника, постоянно проскакивают мощные разряды молний. Более того, что если посчитать силу вот одной молнии, то она в десятки, даже сотни раз перекрывает мощность всех электростанций Земли. Одна из теорий появления странных артефактов на территории России утверждает, что они принадлежат не пришельцам, а землянам, легендарной цивилизации Гипербореев, которая распространила свое влияние на северную часть Евразии. Но кто или что погубило эту высокоразвитую цивилизацию? Ответить на это поможет, как ни странно, более пристальное изучение якутских котлов. Охотники прошлых лет, это в 30-е, 20-е годы, даже в 40-е, неоднократно находили там куполообразное сооружение. В некоторых они даже мудрились проникать и ночевать. Но выходили они оттуда тяжело больными, причем на лицо были все признаки лучевой болезни. То есть выпадали ногти, выпадали волосы, и человек где-то через полгода, как правило, умирал. Возможно, эти котлы на самом деле являются боевыми кораблями, которые принимали участие в так называемой битве богов, где использовалось ядерное оружие. Об этой войне упоминается во многих священных текстах индоарийцев. Например, Индра дал Аджуне оружие, которое по современным меркам соизмеримо с СС-300, скажем так, как минимум. Оно разрушало горы, оно могло уничтожить полностью войска противника. По этой версии гиперборейцы начали войну именно с пришельцами-рептилоидами. Как считают сторонники этой теории, инопланетяне колонизировали южную часть Евразии, Западную Европу, Африку и Америку. Силы были практически равными. И пришельцы нанесли гиперборейцам смертельный удар при помощи ядерного оружия. Котлы в Якутии – это остатки погибшего флота гиперборейцев. Пришельцы-рептилоиды относились к Земле как к источнику сырья, поэтому широко применяли ядерное оружие. Однако гиперборейцы заботились о своем доме и применили то, что сейчас мы называем генетическим оружием. Это препараты, которые воздействуют исключительно на рептилий, оставляя в живых животных и людей. Побочным эффектом применения этого оружия было вымирание динозавров, которое произошло приблизительно 80 миллионов лет назад. Оставшиеся рептилии подверглись мутации. Там взять, например, тех же птиц, это те же самые рептилии, которые мутировали, у них образовалось там четырехкамерное сердце, в результате они стали теплокровными, получили там какие-то там перьевую защиту от холода. Но кто-то ведь поменял климат на планете. Оружие погубило динозавров и самих рептилоидов. Но люди с геном рептилий по этой версии выжили и сумели адаптироваться в человеческом обществе. Вероятно, пришельцы пытались создать себе заместителей, которые управляли бы Землей, пока рептилоиды будут колонизировать другие планеты. Вот хладнокровные исполнители, как они считают, воли Бога, это и есть монархия. Отсюда голубая кровь, то есть происхождение от змеи. То есть вот практически получается, что вся западная монархия, она имеет в себе вот такой вот генотип встроенный. Многие монаршие семьи и влиятельные аристократические кланы открыто симпатизировали драконам, размещая их изображения на своих гербах. Их не останавливало даже то, что в христианской мифологии дракон считался адским созданием. Однако европейские аристократы смело носили на своих одеждах и флагах изображение дракона, не боясь инквизиции. Возможно, римские кардиналы понимали, что клан почитателей дракона куда могущественнее, чем армия воинствующих монахов. И поэтому церковь была вынуждена мириться с обилием драконовской символики, которая была особенно популярна на Туманном Альбионе. И существует такая легенда, можно сказать, или даже предание. это о том, что сами по себе королевские династии британские, они имеют происхождение змеиное, происхождение от рептилий. То есть облик сохранен человеческий, а внутри этого человеческого создания рептилии. Сторонники конспирологических теорий предполагали, что благодаря своему внеземному происхождению европейские аристократы обладали выдающимся интеллектом. Правда, все их способности были направлены лишь на покорение других народов. Были попытки, скажем так, удерживания этого процесса, еще начиная с Рюриковичей, с наших царей, но всегда перебарывала британская корона, Святую Русь, частенько революции, убийства царей. Все это на совести как раз британской короны. Почему? Потому что мы считаемся самым геополитическим врагом крупным британской короны. По мнению следователей, на территории России укрылись гиперборейцы, которые выжили после тотальной войны с драконянцами. Они потеряли доступ к большей части технологий своей цивилизации, что была разрушена войной. Однако сохранили знания в медицине, биологии и других науках. Они были сильными волхвами и даже становились родоначальниками царских династий. Как считают некоторые историки, именно Рюрик дал основу княжеской, а потом первой русской царской династии. Возможно, гиперборейский и протославянский язык имели общий корень. Пророгом предки русских называли сокола. Это дает основание лингвистам утверждать, что имя Рюрик символизирует крылатого змееборца. Ведь, согласно народному сознанию, именно орлы и соколы являются главными врагами змей. Медведь также считался злейшим врагом змеи. Медвежьи роды имели тотем, воинские роды имели тотем медведя, и этот медведь вошел во многие гербы. В частности, Ярославль, Берлин, Берн. В отличие от Европы, где изображение драконов было и на боевых стягах, и на гербах городов, аристократических домов или торговых гильдий, в России драконов, мягко скажем, не жаловали. Кстати, у нас в гербе дракон всего у единственного города, как вы знаете, вообще единственный дракон гербовый, это Казань. Все. Больше нигде в гербе ни у кого драконов нет. Статуями крылатого змея обильно украшен Казанский Кремль. По легенде, холм, где зародилась Казань, был очень удобно расположен. Булгарский царь захотел основать на нем город, но там водились змеи. Пришлось позвать волхва, который силой магии собрал их всех в один клубок и поджег. Над городом поднялся смрад, и вот из этого смрадного облака вылетел самый главный змей Зеланд и крылатый змей и перелетел через Казанку и, значит, обосновался на горе напротив, как бы, Кремлевского холма. Дракон Зеланд поселился на горе, которая и по сей день носит его имя. Это место священно. На нем расположен монастырь. Когда он поселился, значит, вот на этой Зеландовой горе, у него там была нора, из этой норы он стал вылетать в город, значит, выхватывать там местных жителей, животных, и, значит, вот, как бы, терроризировал весь город. На украшение свирепого дракона посылались маги и герои. С помощью волшебства с Зеландом удалось договориться, и он стал защитником Казани. На самой высокой точке старинного русского города Елабуга расположено чертово городище. В этой башне много веков подряд жил змей-оракул. Он обладал даром предвидения и давал людям предсказания. Дракон был огнедышащий. На человеческом языке он не говорил, но все понимал и хорошо слышал. Вопрос задавался так, чтобы ответ был «Да» или «Нет». Жейцы-оракулы, задавая вопрос, оставляли дары этому змею и ждали ответа. Варианты ответа были таковы. В какую сторону и как будет изрыгнуто огненное пламя. В зависимости от этого определялась положительный ответ или отрицательный. Прорицатель за свои услуги брал дорого. Добрыми молодцами или прекрасными девицами. Их оставляли связанными возле башни. Предполагалось, что дракон их ест. Но массового скопления костей, характерного для жертвоприношений, ни под башней, ни возле нее не нашли. Змей-оракул никогда не ошибался. К елабужскому змею ходили за предсказаниями даже правители. Казанская царица Сиембике, узнав о том, что на захват казанского ханства отправляется Иван Грузный, отправила своих послов к оракулу-прорицателю сюда, вот на елабужское городище, с единственным вопросом. Сможет ли она оказать реальное сопротивление армии русского царя? Ответ был дан отрицательный. То есть, опять-таки, змей изрыгнул огненное пламя, взмахнул крылами. Ответ был дан отрицательный. И, как мы знаем из истории, Казанское ханство пало под натиском Ивана Грозного. Иван Грозный почитал своего предшественника Ярослава Мудрого, который тоже принадлежал к роду Рюриковича. Именно Ярослав Мудрый ввел на территории своего княжества почитание Георгия Победоносца, самого известного христианского драконоборца. Однако, с еще большим почтением Иван Грозный относился к своим более древним, легендарным предкам, одним из которых по этой версии был Александр Великий. Александр Македонский также ввел свою династию, считал, что он сын Бога. И поэтому считалось, что царская власть она священна, потому что она происходит от божественной линии. Раньше считалось, что Александр Македонский стал называться сыном Бога только после завоевания Египта. Титулом сына Бога завоеватели наградили жрецы. Однако в последнее время набирает популярность новая теория. Александр Македонский верил в свое божественное происхождение еще задолго до египетского похода. Когда будущий завоеватель был еще юн, его обучали лучшие учителя того времени. Некоторые из них были членами пифагорейской секты, которая поклонялась верховному солнечному божеству. Этот Бог аналог солнечного Аполлона. божество уничтожало своими лучами стрелами змей и драконов, что вылезали из-под земли. По мнению исследователей, учителями Александра Великого были потомки гиперборейцев, которым каким-то образом удалось сохранить или восстановить утраченные технологии. В хрониках описываемых походы Александра Македонского при захвате, при осаде города Тира описывается, что над войском Александра Македонского летали огненные щиты. Пять огненных щитов эскадрилья и на несколько раз облетел город Тир, который македонцы долго не могли взять и сверкнули молнии из этих щитов и рухнули стены и благодаря этому город Тир был взят войсками Александра Македонского. Целью военных походов Александра Македонского была Индия. По мнению тех исследователей, которые верят в вековое противостояние драконианцев и гиперборейцев, в Индии войска Македонского искали не сказочные богатства восточных правителей, а одну из глубоко законспирированных военных баз рептилоидов. Возможно, именно там, в предгоре Гималаев в глубоком анабиозе спят пережившие войну драконианцы, которые когда-нибудь пробудятся от многовекового сна, чтобы попытаться взять реванш. Но Александру Великому не удалось уничтожить это змеиное гнездо. В самом цветущем возрасте, на пике своей военной и политической карьеры, он умер при странных обстоятельствах. Вероятнее всего, великий завоеватель был отравлен по приказу одного из его близких друзей, полководца Антипатра, который незадолго до этого был заподозрен в измене и принадлежности к оккультному ордену Зеленого Дракона. О Зеленом Драконе не знает никто и ничего. Единственное, что за последнее время среди исследователей тайных обществ говорится о том, что орден Зеленого Дракона это некая такая даже не мистическая группа, это скорее экономическая группа. Та небольшая информация, которая просочилась сквозь завесу тайны, говорит о том, что этот орден связан с легендарной личностью полудраконом, получеловеком, императором Чжуансью. Ну вот его потомки, они были крайне интересные, они были там двутелые, многоголовые, многорукие, которые заполонили весь мир. Сторонники теории палеоконтакта уверены, что Чжуансью был одним из представителей пришельцев рептилоидов. Именно он и создал орден Зеленого Дракона. Эта организация должна была помочь удержать власть потомкам драконянцев. Считается, что Александр Великий не единственный, кто был уничтожен этим орденом. Особенно сильно от Зеленого Дракона пострадали русские правители. И первые жертвы заговорщиков оказался Иван Грозный, который и не подозревал, что предатель так близко подобрался к монаршему престолу. При Иване Васильевич Грозном был Великий Волхов, Великий Колдун Бомелий. Почему он был колдун? Потому что он яду умел распознавать. Иноземец Бомелий появился при дворе Ивана Четвертого в период между 1560 и 1570 годами. В это время характер царя стремительно изменился. Из Ивана Мудрого, который хочет превратить Москву в великую страну наподобие древнего Рима или Византии, царь превратился в Ивана Грозного. Он без разбора казнил своих бывших соратников и сходил с ума, подозревая всех в измене. Иван Грозный приблизил к себе лекаря Бомелия, чтобы тот лечил его и защищал от отравления. Но, судя по всему, иноземец использовал свое знание ядов, чтобы превратить царя-драконоборца в беспомощного паранойка. Конспирологи уверены, что члены ордена Зеленого Дракона причастны и к крушению всей Российской империи. предсказания Григория Ефимовича Распутина, он еще предупреждал царя Николая Второго, чтобы тот возглавил срочно армию и флот. И, к сожалению, не все были его предсказания выполнены царем, и он предсказывал, что меня, когда убьют, то и царская власть исчезнет. Считается, что членами ордена Зеленого Дракона были несколько врачей, которые лечили императорскую семью, в том числе Петр Бадмаев, который впервые познакомил европейскую медицину с тибетскими методами лечения. Однако, как считают некоторые историки, главная задача Бадмаева была подобраться к Григорию Распутина, который имел огромное влияние на семью императора. Распутин был ярым противником Англии и сторонником мира между Россией и Германией. Как утверждают историки, если бы Россия не ввязалась в войну с Германией, то в 20-м веке удалось бы избежать многих потрясений, кровавых революций и ужасных войн. В Германии не пришли бы к власти фашисты, а Россия не погрязла бы в пучине революции и гражданской войны. Но альянс России и Германии означал бы одно. Англия теряет свое доминирующее положение в мире. Григорий Ефимович Распутина убила английская разведка путем такого наглого подкупа и окружения Распутина и своими действиями. Контрольный выстрел был сделан из пистолета с витами Ветсон 9-го калибра. На чем закончилась практически история расцвета России начала 20-го века к конца 19-го. 1909 год. Известный немецкий этнограф и исследователь Южной Америки Теодор Кох Грюнберг вместе с группой единомышленников совершает опасное путешествие в дебри Амазонки. Исследователь пытается выйти на след одного загадочного племени, которое индейцы называют коротко и символично пришельцы. Многодневный путь по джунглям закончился победой. Исследователи не только нашли загадочное племя, но также оказались свидетелями удивительного шаманского обряда. Оригинальный костюм шамана полностью закрывал его тело и хоть был сделан из соломы и дерева, но напомнил этнографу скафандр для подводных погружений. Это вызвало удивление ученого. Вот что записал Кох Грюнберг в своем дневнике после этой удивительной встречи. Появление таких костюмов не могло быть результатом влияния европейцев, потому что они найдены в диких племенах, живущих в неизученных джунглях у истоков реки Ксингу. В то время еще не была популярна теория палеоконтакта и загадка странной шаманской одежды долгое время оставалась неразгаданной. Про это удивительное племя научный мир забыл, чтобы вспомнить только через несколько десятилетий. Это племя изусно передает друг другу, мы не знаем сколько, может быть века, может быть тысячелетия, одну очень интересную легенду о космическом человеке Бек-Карароте. Большинство индейцев тщательно оберегало свои ритуалы и легенды от непосвященных. Однако представители племени Каяпа почему-то довольно охотно пересказывали свои легенды ученым. Согласно этой легенде надо территории племени прямо на горе приземлился какой-то странный как на нее назвали серебристое дерево. Оттуда вышли два человека в странных одеждах очень похожие на скафандр. У каждого в руках была палка. Когда воины племени их окружили они наставили на них этих палки и из палок вылетела молния. В описании стреляющей молниями палки нет упоминания грома который раздавался после вспышки. Это не могло быть обычное огнестрельное оружие. Поэтому исследователи считают что в этом случае космические пришельцы использовали модификацию огнеметов или лазерное оружие обладающее огромной разрушительной силой. Согласно преданию индейцев Каяпа один из пришельцев вскоре скончался. А второй космический гость довольно быстро адаптировался к непривычным земным условиям. Но когда у него было свободное время он выходил в степи и подолгу смотрел в космос потому что тот космический корабль как интерпретируется сербистое дерево буквально через несколько секунд после того как они вышли он взорвался. В конце концов он с этим племенем этот космический человек Бемкарароти прожил несколько лет у него появилась жена появилась девочка но время от времени наблюдение за ним он не оставлен. И как гласит индейская легенда однажды ночью раздался страшный гром и с неба стал спускаться гигантский светящийся конус который индейцам показался похожим на дерево появился появился второе дерево и сел на вершину горы в клубах огня и пламени тогда Бемкарароти побежал к этому дереву за ним устремилась его семья он открыл некое дупло залез туда сам втянул свое семейство дупло закрылось и опять таки в грохоте в пламени и в дыму это летающее дерево улетело как в легенде говорится в черную ночь как считают исследователи именно это уникальное событие послужило основой ритуала который увидел немецкий этнограф Кох Грюнберг недавно более тщательное изучение мифов индейцев Каяпа привело к удивительным открытиям оказывается космический человек Беб Карароти рассказывал о великой войне между людьми и драконами кем был этот космический человек пришельцем с другой похожей на нашу землю планеты или представителем высокоразвитой земной цивилизации гипербореи этого не может сказать никто однако перед тем как покинуть племя индейцев пришелец оставил предсказание что драконы вновь попытаются захватить землю произойдет это тогда когда люди откроют подводный город что находится рядом с восточным побережьем Америки как мы уже знаем в 2012 году этот город нашли канадские исследовательские субмарины сбудется ли это пророчество и ждет ли нас новая космическая интервенция мы узнаем уже в ближайшее в ближайшее Продолжение следует...